Я не знаю, насколько это чувствуется уже на данном этапе нашего разговора, потому что, на самом деле, вы видите, что наш разговор становится немножко трудным. Он является трудным тогда, когда Талмук начинает перебирать эти варианты. То есть он строит, подвергая сомнению те или иные тезисы, приводит дополнительные какие-то материалы, что-то отвергается, что-то принимается. Но уже на этом, наверное, этапе можно увидеть следующую удивительную вещь. Ведь на самом деле, собственно говоря, хвост и лик – это какие характеристики? Это же характеристики вроде бы пространственные. То есть это то, что указывает на какие-то места. Есть лицо, есть хвост – это конкретные какие-то места. Ну а с другой стороны, возможно, что здесь есть и характеристики временные. То есть мы же говорим, что тот, кто плетется в хвосте, то есть тот, кто опаздывает. А тот, кто находится в голове или, да, то есть тот, кто находится впереди, как раз слово «кэгэн» – это и есть «вперед». То здесь удивительным образом, несмотря на то, что сейчас речь шла про выяснение определенного конкретного мнения, мнения того, кто говорил, что женщины созданы из хвоста. У нас произошло вместе с этим переключение из пространственных характеристик во временные характеристики. Естественно, что мы могли бы задать вопрос, а сам этот человек, который считает вот этот хвост и лик, лик, если женщина создана из хвоста, он под хвостом имеет в виду конкретику или он имеет пространственную конкретику, условно, в кавычках пространственную, или он имеет в виду некую временную характеристику. Если временную характеристику, то, в общем, мы и так знаем из Писания, что женщина была создана после мужчин. То есть она создана из хвоста, в каком смысле не буквально из хвоста, можно было бы предположить, а она создана как бы в таком смысле как последующий создание человека. То есть, по сути дела, может быть, речь идет о том, они созданы одновременно или они созданы последовательно. А почему у нас вообще такое может возникнуть вопрос? Вроде бы Писание говорит, что вот усыпил человека, взял ребро и так далее. Это тогда, но у нас с другой стороны есть же и другой стих в первой главе. А в первой главе говорится, что «И создал он человека, адам венекива бара отам». То есть женщина и мужчина создал он их. И в этом первой главе сотворение женщины и мужчины, точнее самки и самца, потому что Захар венекива – это самка и самец, а не женщина и мужчина. У нас есть пара Иш-Иша, мужчина и женщина, которые появляются впервые как раз после того, как из ребра создается женщина. Это Иш-Иша пара. А есть пара Захары-Некива. Захары-Некива – это как бы самка и самец по-простому. И сама по себе проблематика вот этих вот, этого противоречия между первой главой и второй главой, она занимает по сей день очень многих комментаторов и так далее. Есть разные объяснения, что это значит, вроде одновременно, а потом вот так. Ну и вообще само описание сотворения человека в первой главе и во второй главе, они совершенно разные. И не исключено, что вот этот спор между Равом и Шмуйдом, он является, собственно говоря, спором о том, какое из описаний является доминирующим, какое описание является, так сказать, первоначальным, первостепенным. Если один из них говорит, что женщина создана из лика, то можно сказать, что они созданы как бы одновременно, да, то есть вот эта андрогинность, это и есть вот Захары-Некива-Барао там, то есть он создал мужчину и женщину. А тот, кто говорит, что из хвоста, теперь, как мы выясняем, да, поскольку он меняет термины, так сказать, пространственные на временные, может, он говорит, что нет, как раз описание второй главы является базовым, а не первым. И, возможно, их спор сводится к этому. Как видите, мое рассуждение не очень сложное, наверное, да. Или, не знаю, может, вам показалось немножко сложным, но оно не очень сложное. Но здесь мне важно подчеркнуть следующее, что если я прав, что подтекстом вот этой истории является именно вот этот спор, спор, по сути дела, между первой и второй главой, то то, что мы видим, это прием, который я называю приемом, это может быть не прием, а способ того, как говорят мудрецы Талмуда, этот способ непрямо говорить. То есть то, о чем говорится, говорится непрямо, говорится косвенно, через вспоминание стихов каких-то, через постановку трудностей, через разрешение этих трудностей. Но на самом деле речь идет в каком смысле не о том, о чем идет речь. Ну или и об этом тоже, но и есть некий дополнительный как бы фон, который, на фоне которого как бы происходит вот эта самая дискуссия. И как бы тот, кто в теме, поймет. Тот, кто не в теме, не поймет. Вот эта элитарность, так ее можно назвать, вот этого талмудического дискурса, она, конечно, тоже очень важна. То есть предполагается какое-то очень широкое владение контекстами писания, то есть основными тропами, основными мотивами, в том числе талмудическими. То есть это текст, который рассчитан, текст или разговор, который рассчитан на очень продвинутого, так сказать, пользователя, очень продвинутого читателя. И нам, чтобы в этом тексте как бы двигаться, нам приходится это восполнять. Потому что у нас это не на слуху те или иные мотивы, те или иные идеи, те или иные тропы. И вот нам, если мы их восстанавливаем, в том числе, поэтому мы заглядываем в контексты стихов соответствующих и так далее. Ну и вот сейчас то, что я попробовал обозначить, это, собственно, тот подтекст, который, возможно, здесь присутствует. Присустим.